Мы уединились со Светой, пока мужчина наверху рассматривает дом, я все-таки хочу выпытать у Светы, как же она сейчас, в каком режиме живет с Михаилом, как они поддерживают. В каком режиме живет с Михаилом, это уже интересно. Ну я имею ввиду, в каком режиме питания они живут с Михаилом, и как они поддерживают фигуру, и как они, я так понимаю, вы до сих пор худеете, да? Нет, уже задачи нет никакой худеть. Просто поддерживаете, да, то, что есть, да? Да, и то, что мы занимаемся спортом. Расскажи нам, пожалуйста, что вы кушаете? Мне просто очень интересно и очень интересно зрителям, я сто процентов знаю, очень интересно, как похудеть, как поддержать. У тебя это самое трудное – поддержать. Похудеть – одно дело, а поддержать – это все. Дело в том, что мы занимаемся вот этим процессом, это идет у нас ровно год, ровно год назад мы начали, да? И произошел за этот год, поскольку мы снижали вес и боролись с лишним весом, мы перешли на другое питание, и, в общем-то, это стало уже привычкой. То есть год достаточно срок. Как вы узнали, на какое питание нужно перейти? Нет, мы работали с диетологами, причем мы, вот я давала репортаж, это был совершенно неудачный опыт. Да, я теряла вес, но это было вопреки, скажем так, нормальному процессу снижения веса, психологически комфортному, потому что очень много здесь задействована психология, потому что это все довольно-таки большой стресс для организма, и нормальное психологическое состояние тоже имеет значение большое, да? И, в принципе, можно идти довольно-таки безболезненно, спокойненько себе, да? Вот мы потом нашли клинику Гаврилова в Москве, в общем, у них есть свои принципы, и мы следуем, и сейчас следуем этим принципам, и, в общем-то, как-то нормально себя чувствуем. Постепенно выработался какой-то уже свой стиль, естественно, да? То есть мы сейчас не придерживаемся вот такой прям строгой-строгой диеты, увеличили калорийность, да? То есть просто, когда идет речь о снижении веса, это было, например, у меня 900 калорий, это нормально считается, да? Потому что с этим предыдущим диетологом он мне давал 300 калорий в день, это, конечно, очень сложно. Вот, 900 калорий в день, и, в общем-то, вес снижался, и все нормально. Сейчас такой задачи нету, вот, но я сейчас занимаюсь тренером, с тренером занимаюсь с чемпионом мира по бодибилдингу. Вот, так что все очень круто, у нас даже висит видео, как мы с ним занимаемся. Да, кстати, и канал я тоже под видео поставлю, его канал, вы посмотрите на него. Он вывесил тоже мое видео там у себя, и там со своими комментариями показал до и после, там, но у него свои, он тоже видеоблогер. Вот, он сидит у себя в Москве, я сижу у себя дома, у нас есть специально оборудованная комната для этих целей, и мы с ним два раза в неделю занимаемся, и на самом деле, вот, эффект очень значительный. А как ты занимаешься, то есть он смотрит на тебя через скайп? Да, да, и он говорит, так, сейчас делаем вот такое упражнение, подойди, у нас есть шведская стенка, у нас есть гири, у нас есть, там, гантели, у нас есть резинки, там, то есть у нас оборудовано, да? И он говорит, так, возьми там скамейку, возьми вот такие гантельки, там, делаем вот так, он показывает. То есть все это дома происходит? Все это дома происходит, и это очень удобно, потому что я не люблю, Миша любит пойти куда-то в джим, смотреть на других, как они занимаются. Я, в общем, более правит человек, я себя спокойненько в доме занимаюсь, и меня это очень устраивает. Вот, и на самом деле, что получается дальше, я, вообще-то говоря, никогда в жизни не была любительной физкультурой ни в каком виде. То есть за всю мою жизнь у меня не было никогда персональных тренеров, а все те, которые говорили мне, вот делай, ты полюбишь это, тебе понравится, для меня это был нонсенс, потому что я никогда ничего не любила, никакие занятия спорта мне не доставляли удовольствия. То есть кроме усталости и неприятного ощущения, я ничего не чувствовала. Ну, вот мы нашли с тренером общий язык, он как-то понял меня и сказал, что я не хочу, чтобы мне было плохо, плотно, липко и так далее, и так далее. Что-то ты хочешь приварить? Нет, 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 я хочу просто немножко понизировать. Ты так прям высоко смотришь туда. Вот, и на удивление, значит, эти занятия станут мне приносить удовольствие, что для меня очень приятно и неожиданно, потому что я не могла поверить, что мне занятия спортом будут приносить удовлетворение. Вот, и я сама занимаюсь еще раз в неделю, то есть я уже те упражнения, которые он мне дает, он мне пишет их в скайпе, еще поднимает его, то есть я могу сама... А сколько по времени ты занимаешься? Ну, мы с ним занимаемся два раза по часу где-то так, ну, а потом для ля-то-поля, да, так еще побеседовать за жизнь там, а как же иначе? Вот, так что все, в общем-то, хорошо. Что касается питания, то, ну, мы постепенно, постепенно, постепенно выработали, вот я говорю, свой стиль, мы сделали тестирование. Дело в том, что нету таких вот абсолютно универсальных диет, вот не ешь там чего-то и будет тебе хорошо. Все-таки организм очень индивидуальный, какие-то вещи годятся, какие-то не годятся. Например, мы сделали тест, и мы знаем, что нам вообще ни в каком виде не годятся молочные продукты. Мы сделали тест, Миша показал, что ему глютен не годится, мы должны еще это перепроверить другим тестом. Вот, и это вещи, которые просто вот неприемлемы и все, то есть ни молочные продукты, допустим. Это по составу крови как-то? Да-да-да, они берут засохшие, и так из пальчика берешь кровь, отправляешь, и они делают эти тесты. Вот, но есть какие-то вещи, на которые нет явно такой реакции, но наш организм реагирует это как на аллергическую реакцию. Ну, например, традиционная еда, которая не была, она была традиционной для Америки, но ее завезли там 200-300 лет назад в Россию. Как ни странно, это вот еда семейства посленовых, это баклажаны, это сладкие перцы, это картошка, это помидоры. Она считается, мы с ней выросли с этой едой, и считаем, что она нормальна. И нам она показала реакцию, в общем-то, аллергическую и повышенную. То есть мы стараемся этого не есть, не то, что нам этого есть нельзя никогда, это не так, но стараемся не злоупотреблять. При этом у нас нет никаких проблем ни с рыбой, ни с мясом, с крупами есть проблемы. То есть есть вот очень лимитированное количество круп, которые мы употребляем, буквально там, это пшено, кино и гречка. То, что нам можно. Кино? Кино. Ну, вот это вот, кинва, кино, ее называют по-разному. Кью-ю-н-о-э. Кью-н-о-э, вот, мы это употребляем, вот, а остальные нет. Причем, интересно, я всегда любила овсянку, например, да, но вот получается даже, вот девушки иногда говорят, вот я ем вообще как птичка, совсем по чуть-чуть, не могу потерять вес. Просто, наверное, вот то, что вы едите, лично вам не годится. Не подходит. Да, и сколько мало вы этим не съедите, все равно вес уходить не будет. Но если вы найдете, например, те же каши, потому что углеводы-то нам нужны, вы найдете те же каши, которые вам годятся, и вы увидите, что от количества этой каши зависит, уходит вес или не уходит. А вот очень интересно, ты мне рассказывала про квашеную капусту. Да, дело в том, что, когда идет натуральным образом ферментация овощей, да, ну что такое в России ферментация? Это соленые огурцы, не маринованные, без уксуса, а соленые огурцы, малосольные огурцы, квашеная капуста, то есть то, что идет без уксуса. Ведь фактически нужна просто соль для того, чтобы заставить вот эти бактерии размножаться. Вот та жидкость, которая там остается, этот рассол, да, вы помните, что люди пили на похмел после сильных пьянок, пили рассол. Почему? Потому что там огромное количество пробиотиков находится, и они дают такой буст сразу иммунной системе, они сразу, ух, дают такую бодрость. И здесь у нас продаются эти рассолы, просто отдельно можно купить и просто выпивать их, да. Но мы вот поняли, что нам, например, гораздо лучше люди едят салаты, да, а мне салаты всегда шли не очень. То есть просто очень тяжело переваривать зеленую массу, наш организм не очень справляется. И мы перешли вот на квашенные овощи, я систематически, то есть у меня, я неделю запасаю, причем капусты разных видов. Вот капуста нам показана во всех ее проявлениях, очень широкий спектр. Если посмотреть на капусту, это на самом деле не просто белокочанная капуста. Этих капуст много разных у нас, во всяком случае, можно насчитать их с десяток, да. Их все можно ферментировать, они получаются прекрасные блюда, прекрасные гарниры. Мы с ним, например, на ужин съесть любой кусок рыбы, кусок мяса и замечательные травы. Что интересно, они пока в отпуске, она квасит капусту прямо в отеле. Да, причем я была очень удивлена, у нас есть в России, это называется пекинская, китайская капуста, у нас называется напакебич, и у нас в Калифорнии вообще с ней проблем никаких нет. Она по сравнению с обычной капустой, она мягче и нежнее. То есть она ферментируется за одну ночь. Я вечером, например, ее постругала, смешала с остатками старой капусты, может быть, немножко посолила. Включаю духовку на обогрев, буквально на 5-10 минут, просто чтобы она теплая была. И обязательно выключить ее после этого. И ставлю туда на ночь, все, с утра ее можно есть. Она такая нежная, что она успевает за ночь просолиться, прокислиться и так далее. Вот расскажи мне, что, допустим, как вот ты встаешь, расскажи мне буквально свой день. Завтрак, обед, ужин, вот немножко. Ну, вот, например, на завтрак я могу с вечера поставить, вот, у нас продается гречка, которая нежареная, да? В России жареная гречка, а у нас здесь продается в холл-фуде нежареная гречка. Я беру эту нежареную гречку, я ее мою, заливаю холодной водичкой и ставлю вот эту мультиварку с таймером, например. Я примерно прикидываю, чтобы она потом имела возможность, после того, как она сготовится, 2-3 часа постоять. То есть в этой мультиварке получается эффект русской печи, когда каша томится там, и вот это то, что делает ее совершенно прекрасной, да? То есть я ставлю ее на 2-3 минуты в режим multi-grain. То есть я ее солю, если я хочу поперчить ее, я могу добавить туда сухого лука, любые специи, какие я хочу, ставлю 2-3 минуты в режим multi-grain. Например, там на час ночи, на 2 часа ночи, на пол-второго, третьего, на 2 минуты. Все, она 2 минуты покипит, она выключается, и дальше она 3 часа, пока мы не встанем, она вот это томится. И она получается совершенно потрясающе, потому что если варить ее в кастрюле, она не держит форму, она разоползается, как вот так вот, и ее есть невозможно. А так она прекрасно стоит, потом там маслица добавить, и все, замечательная каша. Вопрос количества, да? То есть мы едим количество, там, меньше 100 грамм леста, а я беру 80 грамм этой каши. То есть это вот так вот, да? Без какой-то булочки, без всего, да? Нет, булочки нет, булочки нам совсем, мы не едим, булочки нет. А кофе? Нет, кофе я не пью вообще, я пью только воду, даже чая не пью, ничего вообще. Ну, какой смысл? То есть я просто, ну, я изначально, наверное, где-то чувствовала, что мне это все не годится, и тесты показали, что мне ни чая, ни кофе, ничего не нужно. Поэтому я пью просто воду. Значит, вот эта каша, да, там 80-100 грамм, это может быть 100 грамм, ну, мы едим рыбу в разных видах, да, то есть у нас на завтрак обязательно какая-то рыбная еда, потому что мясо не хочется с утра есть. А вот это 100 грамм рыбы в каком-то виде, либо я ее сама делаю копченую, либо на пару, либо там какую-то, да. А вот, и бодя вот этой капусты. Это на завтрак? Это на завтрак. Каша, капуста, рыба. Да, это каждый день, но вариации какие? Вариации идут по каше, может быть, разная каша, может быть, разная рыба. Капуста остается, и рыба, капуста тоже разная, потому что я могу добавить, например, к этой капусте морковку, а могу добавить что-нибудь зеленое. Например, кинза, она выводит тяжелые металлы. Если я добавлю кинзу, она будет зелеными такими перышками, да, можно и шпинат туда добавить, тоже неплохо. То есть различные вариации этой капусты, вот получается разнообразие. Так, обед? Обед я варю супы всякие, то есть я люблю густые супы, такие, чтобы они были сытные. Это может быть суп из брокколи, из цветной капусты, опять же капуста. Какой-то суп-пюре, что ли? Я не люблю, когда пюре нечего жевать. То есть я хочу, чтобы там, с одной стороны, он был достаточно густой, как пюре, но, с другой стороны, чтобы там были какие-то кусочки чего-то. Я сейчас вот приспособилась делать суп, например, из брокколи. Я делаю основу брокколи, разбалтывая, получается, пюре, но туда я добавляю, например, тертый кабачок. Оказалось бы, кто делает суп из кабачков, да, потому что они же очень водянистые. На самом деле так вкусно получается, и можно его заправить, например, кокосовым молоком. Обалдеть! И получается такой вкусный суп, вообще невероятный. И вот такой суп, опять же, с куском курицы, или с куском индюшки. Я делала совершенно потрясающую индюшку, запекаю ее в этой же кастрюле на пару, и получается как буженина. То есть вот такая тарелка супа с куском курицы, это буженина, да, это вполне себе нормальный обед. Ужин. Вот, а ужин, опять же, это может быть курица, рыба или индюшка. Мы красное мясо не очень едим, но обязательно с капустой. А капуста отбивает аппетит, поскольку там... Капуста вы кушаете немеренно так? Немеренно. У меня такое... Я только занимаюсь тем, что я ее шинкую, ставлю в духовку, и утром она уже готова. Это просто я... Мы здесь уже три кочанокапусты извели вон там. Ну, представляете, да. В час уехали, у меня там пасть еще. То есть никогда не чувствуешь какого-то голода, что вот... Голода нет никакого. Пить очень много жидкости надо. То есть мы пьем яблево, во всяком случае, не меньше двух литров жидкости в день. Здесь у нас нарушается режим, и я чувствую, что это нехорошо, потому что вес уходит с выпитой водой. Да. Вот говорят, для чего нужна вода, она нужна для того, чтобы вымывать все это. Вот, и... У меня вот вопрос задали мои подписчики. Спроси, спроси вот у Светланы, насколько она похудела. То есть ты можешь не говорить, сколько ты весишь, сколько весила, а именно... 25 килограмм. 25 килограмм, то есть 50 паундов. 50 паундов почти. Да. Ну, конечно, лучше себя часто... Это много. Это очень много. Это много. Ну, еще раз, сам режим снижения веса, он очень ограничительный по части того количества, которое ты ешь. Поддерживать, конечно, легче. Но, безусловно, вот эта наша поездка сюда, она... Мы, конечно, едим то, что мы не должны есть. Да. И не в том режиме пьем, и не в том режиме едим. И, конечно, мы приедем, да, и нужно будет все это, в общем, приводить. Ну, а как вот по состоянию здоровья? Ты чувствуешь вот прям легкость? Ну, конечно. То, что было. Ну, лишние 25... Представьте себе, идет человек и тащит мешок 25 килограмм. То есть ты можешь долго очень ходить, гулять, там... Конечно, конечно, конечно. Гулять и совершенно другой образ жизни. С тем, что я приобщилась, я говорю, спортсменкой стала, приобщилась в спорте. И я сама даже, знаешь, испытываю... Вот это удивительно. У меня в жизни не было потребности заниматься спортом. То есть если, например, сидела... То есть тело просит у тебя. Да, если я сидела за компьютером, у меня начинало что-то болеть там, да, то я садилась, у нас есть массажное кресло, делала массаж. А сейчас я думаю, я пойду там гири поподнимаю, и у меня пройдет все, понимаешь? Да. А что-то я еще хотела. А гардероб? Вот как насчет гардероба? Здесь все же велико. Что ты делаешь? Ты знаешь, что все верхние одежды у меня, в общем-то, остались. Ну и все, что велики. Наоборот, там где-то болтаешься, внутри ничего не видно. А штаны, конечно, я это все посменила. С удовольствием, с большим. Если раньше я могла только ходить в магазин, у нас в магазинах там вот эти экстра размеры, большие, там маленький уголочек и не такой большой выбор. То есть сейчас я захожу в магазин уже так вот со знанием делаю, я уже весь магазин мой. Да, да, да. Да, все доступно, конечно. Здорово. Это очень классно, конечно. Жизнь меняется. Кажется, что и жизнь поменялась, все поменялось. Поменялось ощущение жизни, да. То есть либо ты чувствуешь себя уже пенсионеркой такой, да, уже вот все, или есть какое-то ощущение жизни, какой-то интерес. Я блог стала вести, да, и теперь вот там систематически делаю какие-то живые эфиры, там у нас есть аудитория, и в Телеграме переписываемся, в общем, как-то так вот предельно, скажем так. Короче говоря, я просто надеюсь, что Светлана многих из вас сейчас сподвигла на этот шаг. Да, мои зрители очень. Потому что начать тяжело. Начать тяжело, когда это все уже... Ну, мы вот в Телеграме с девушками, с нашими договорились, что мы будем обмениваться результатами, и для них это очень поощрительно. И сказали, о, да, да, в коллективе нам легче. То есть на самом деле я очень много еды делаю сама. То есть вплоть до того, что я сейчас вот стала шоколад свой делать, да, который полезный. Его много нельзя съесть, потому что он калорийный, он на настоящем таком какао-масле. Но чуть-чуть его можно съесть, и он абсолютно безопасный, и наоборот даже полезный. И тем, что я опубликую иногда рецепты какие-то, да, я их сама придумываю, нигде особо так не беру, придумываю, то девушки говорят, ой, как классно, слушай, я тоже такой. Потому что девушки страдают без сладкого, да, ну как можно съесть на диете и не съесть чего-нибудь вкусненького, да. Ну так вот есть рецепты, и мы даже показывали у себя на канале, и у меня есть на канале рецепт, как я квашу эту капусту. То есть если для кого-то это, да, да, целое видение. Послушай, ну вот как начать-то, вот как начать, вот я тоже хочу, вот с чего мне начать, что-то. Я хочу, понимаешь, есть два этапа. Какой-то, какой этот тест. Нет, нет, смотри, тесты сложно, долго, можно делать методом исключения, тесты дорогие на самом деле эти, да, они там по 600-700 долларов на человека. Дорогие тесты. Можно начать с простого. Значит, с простого нужно вывести воду, да. Для того, чтобы вывести воду из организма, нужно начинать сразу много пить и очень часто есть по чуть-чуть. Правда? Вода от этого выходит? Да. Вот если мы начали год назад, и мы были в этот момент как раз на круизе через Панамский канал. Так, я помню, да. И там буфет. И ты в буфет можешь в любое время прийти, да, то есть вопроса с количеством еды у тебя нет. И мы с Мишей кушали по часам. У нас было целое вот такое занятие на наш круиз. То есть мы ходили в буфет каждые два с половиной часа, брали по чуть-чуть, вот буквально пять ложек еды, ну, потому что тебе уже есть не хочется каждые два часа. Ты идешь, потому что вот это у тебя режим такой. Так. Брали пять ложек еды, что-то такое ели и в перерыве все им пили. То есть пили два с половиной три литра. У меня за две недели ушло четыре килограмма. После круиза. После круиза. После круиза. А обычно на круизе надо было поправлять. Обычно люди, да. И самое главное, что все удивлялись, вы, говорит, только ходите, а мы так ходим, ага, два с половиной часа, мы пошли кушать, мы пошли кушать, мы пошли кушать. Ужин был нормальный. То есть мы ужинали в ресторане, там блюда, там четыре блюда, все. А в течение дня вот эти небольшие порции. Для чего это нужно? Вот такая частая еда приводит и по чуть-чуть. Она приводит к тому, что желудок сжимается. И у тебя нет вот этих крейлингов, что ты голодная. Ну стараться, конечно, хлеб не есть, картошку не есть, там что-то такое, но в принципе нормальную еду есть, но по чуть-чуть. И ты обнаружишь, что у тебя ушло чувство голода. Когда у тебя уходит чувство голода, у тебя нет вот такого крейлинга, что ты хочешь прямо есть, нет сил, ты голодная. Это первый этап. Второй этап, очень важно все-таки понять, что у тебя можно есть, если что нельзя. Вот это очень важно. И если в обычной жизни без анализов, то нужно делать методом исключения. И как первая вещь, это все молочные продукты. То есть вот коровье молоко и все производные продукты молочные нужно попробовать исключить, посмотреть, как ты себя чувствуешь и посмотреть на весах, будет ли уменьшение веса. Я не могу жить без молока. К сожалению, это совершенно не значит, что тебе оно хорошо. Я знаю. То есть это совершенно могут быть даже противоположные вещи. Но это же не проблема. Дело в том, что не то, что ты не можешь жить без молока. Во-первых, можно вместо коровьего молока пить козье молоко. Во-вторых, мы даже сейчас ушли от козьего. Мы очень много употребляем сливки кокосовые. И Миша так нравится их пить с кофе или с чем-то. Я в супы кладу. Это замечательная заправка для супов. Прям кокосовые сливки. А кокосовое масло вы используете? Обязательно. Куда? Всюду. Дело в том, что есть полисочуреид и моносочуреид, как по-русски сказать. Не знаю. Ну, в общем, какие-то жиры есть. В общем, моносочуреид и жиры – это хорошие, которые нужны нашему организму. А полисочуреид – это плохие. Вот овощные масла, которые всюду, пальмовые масла – это полисочуреид и жиры, которые мы есть не должны. А должны мы есть хорошие жиры. Но хорошие жиры бывают такие, которые спадаются при нагревании. Поэтому очень многие люди жарят еду на оливковом масле. Этого делать нельзя. Оливковое масло не выносит. высоких температур. А кокосовое масло выносят. Ты готовишь к кокосовому маслу? Да, я очень люблю этот запах, мне очень нравится он. А что ты готовишь? Ты жаришь на нем, да? Я могу добавить его и в суп. Если я делаю, например, суп без мяса, без бульона, да, я на нем могу овощи немножко поджарить, да, и потом туда долить еще слив кокосовым. Я обмазываю рыбу кокосовым маслом, если я ее, например, запекаю или что-то делаю с ним. Вот, так что много-много применений, когда начинаешь в это вовлекаться. На самом деле я вот не умею готовить, как вот говорят, итальянская кухня, я сейчас приготовлю такой красивый обед. Я так готовить не умею. Я умею приготовить что-то, что мне брело в голову, ну такое, чтобы это было... Полезно. Во-первых, полезно, во-вторых, что такое, знаешь, не совсем обычное. Ну вот, если я делаю, например, овощной суп с... Вот здесь вот буквально мы сделали еду, тут по необходимости тут нет, у меня так много специй, которые у меня есть дома, нету так много посуды. Мы пошли просто в магазин, купили органическую курицу, я ее чуть-чуть обжарила с двух сторон. Она была без шкурок, уже это были ляжки, да? Вот. Я их чуть-чуть обжарила, потом положила туда сухие какие-то специи, лучок, там, перец, соль, вот это все, что я положила, накидала много-много-много потертых кабачков. Так. И когда оно протушилось, чуть-чуть залила, вот, из консервной банки кокосовыми сливками. Получилась изумительно вкусная еда легкая на любое время дня. Что у вас там, где-то есть жарить в отеле? У вас с кухней? У нас же не отель, у нас квартира с кухней. А, то есть квартиру сняли? Да, да, да. Все поняла. На Airbnb. Ну, а мы иначе не могли, да. Все поняла. Ну, а где я буду квасить капусту в отеле? Ну, я и поэтому и подумала, как ты квасишь ее. Нет, но для того, чтобы квасить ее, таки, да, я купила из, вот такой специальный, из хорошей, как это называется у нас, это такие лопаточки делают, из хорошей, которые не боятся. Латекс? Это даже не латекс. Ну, в общем, какой-то материал, да, складную купила такую бадью, она большого размера, как тазик такой, и она складывается, и легко ее в чемодан взять, и вот в ней у меня стоит эта квашеная капуста. Обалдеть. А ты показывала там на видео, я хочу посмотреть, как вы квасите ее вот сейчас здесь, вот после... Здесь мы не показывали, наверное, как мы ее квасим, потому что у нас есть видео, как я думаю, я ее квашу, а здесь мы не показывали. Ну, а что мне еще спросить-то? Что мы спросить-то? Что спросить-то? Ну, вообще, вот ты как-то так уверена, что это уже все до конца, у тебя стиль жизни такой? Уверенным ни в чем быть нельзя. Единственное, что мы знаем, что нельзя похудеть, и потом вот просто вот так вот быть в одном весе, да? То есть процесс снижения веса, он связан с тем, что ты его набираешь, снижаешь, набираешь, снижаешь. Вопрос в том, что, как в любом деле, нужно делать мейнтененс, да? Нужно поддерживать все это. Или дозреваются усилия. Усилия состоит в том, что у тебя должен быть фокус на это. То есть каждое утро нужно обязательно взвешиваться, чтобы понимать, куда ты идешь. Как только ты пропускаешь день взвешивания, у тебя на следующий день получается больше, и ты теряешь контроль. Тогда ты можешь вовремя принять какие-то меры и поддерживать, да? Ничего нет перманентного. Все очень гибко, и все меняется. Но если ты это понимаешь, то ты понимаешь, что ты находишься в режиме поддержания, и нужно следить за этим режимом. Вот и все. Да. Спасибо большое тебе, Света. И вам спасибо. Спасибо огромное. Приходите к нам тоже на канал, на стримы, на нашу группу. Те, кто не знает, с какого канала Светлана, я обязательно, конечно, помещу тоже ссылку канала, потому что у меня сегодня были на прямом эфире люди, которые говорят, кто это, поэтому обязательно заходите. Очень интересные люди. Приходите, приходите. Интересно, да. Ну вот, еще раз, мы со Светланой стоим здесь. В этой красоте. В этой красоте. Красивая такая квартира. Вы не представляете, мужчину-то у нас, дяденьку-то, ну не дяденьку, парня молодого, увели. Мы говорим, стойте с ними. Мы якобы делаем репорт о доме. Дом замечательный. А сами, значит, тут на красивом месте сделали интервью про похудение, про поддержание. Спасибо Свете большое за то, что она вам уделила такое время. Если это кому-то поможет. Все. Вообще классно, что мы встретились опять. Ой, это круто. Все. Ну и еще, я к вам приеду еще. Обязательно.